Крещение или Богоявление – один из 12 главных православных праздников. В сочельник верующие собираются на литургию. В храме следует исповедаться и причаститься. Главный символ этого праздника – вода, которая по преданию в ночь на крещение после чина освящения обретает целебные свойства. Обязательно прийти в храм, набрать святой воды, потому что она получает в этот день особую благодать и является источником этой благодати. Крепить жилище, попить этой водички, иметь ее в запасе, потом на весь год, чтобы хватило до следующего праздника Богоявления. Праздничный молебен в храме-часовне святого благоверного князя Александра Невского деревни Опаренки отслужил настоятель, священник Дмитрий Довбыш. Ой, рода, не крещающийся тебе, Господи, тройческое висе поклонение. После освящения воды отец Дмитрий предложил собравшимся верующим пройти крестным ходом до водоема, где можно было окунуться в специально подготовленные купели. Пруд находится на территории учебного полигона пожарно-спасательного центра. Во время проведения мероприятия здесь дежурили медики, спасатели и сотрудники полиции. Нашей службой в количестве 50 человек, все это сейчас здесь обеспечивается порядок, обеспечивается пропускной режим, обеспечивается порядок самой купели, на территории организована стоянка, ну и все условия подготовлены и созданы. Для обеспечения комфорта купающихся были оборудованы теплые раздевалки и работала полевая кухня, где можно было попить горячего чая. Желающих совершить обряд омовения было много. Это очищение духа своего, прежде всего, и подготовка к дальнейшему жизненному пути. Это есть та святость, которая необходима человеку, главное – очищение. Попробую окунуться и очиститься, чтобы мысли были светлыми. Это вера в церковь, говорится, ходить, верить. Если ты веришь, то, я думаю, ты легко сделаешь. Всего в Ленинском округе для крещенских купаний было подготовлено 8 мест. По сообщениям единой дежурно-диспетчерской службы, окунулись в водоемы ночью более 2000 человек. Все мероприятия прошли без инцидентов. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.